Военные спутники, телевидение и так далее уже создали такую среду, что существующая приборная база не может ее измерить. В нейтронике есть один из слоев, который включает диоксид титана, который обладает отражающими свойствами электромагнитной волны. Жить вообще вредно. Бу-бу-бу. А как можно спасаться, если живешь в многоквартирном доме 40 квартир? В моей квартире я нахожу 19 сигналов Wi-Fi. Многие, даже сильнее моего личного, запускаются 5G. Что делать? Как спасаться? Электромагнитное поле состоит из электрической составляющей, из магнитной составляющей, из статической составляющей. В СВЧ-диапазоне, то, что выше 1 ГГц, передающая частота, это называется СВЧ, сверхвысокочастотный диапазон. Но на него еще накладываются модуляции низкой частоты. Так вот, модуляции влияют на межклеточный обмен. Это раз. И они входят в резонанс с структурами различных клеток, которые работают на определенных частотах. То есть, другими антеннами нашего организма. Да, и нарушают их работу. Эта антенна нейтрализует, убирает модуляции и резонансы, исходящие от излучателя. Человек чувствует реабилитацию. Я про себя говорю, как только поставили. Сразу же расслабление полное и работоспособность увеличилась. Насколько Bluetooth вреднее сотовой сети и Wi-Fi? Насколько они вредны в принципе? Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. После того, как все эти резонансы большие. Есть определенные характерные. И самое главное, скажу, что, наверное, ближе к концу, но посмотрим, как пойдет дело. Будет вопрос очень важный. Вот это куча вопросов про, а что же делать? Ладно, я наклею нейтроник на роутер. А соседи по 20-30 точек Wi-Fi сразу нащупывает компьютер. Видно, что как с этим бороться, это же, так сказать, бессмысленно. Но мы как-то вроде, вот вы начинали говорить, что будет такая возможность, что-то, так сказать. Вот об этом поговорим в самом конце. Давайте попробуем. А пока я сейчас некоторые вопросы зачитаю. Видимо, после какого-то ролика пишут на девятой минуте. Юрий Андреевич, зная вашу дотошность, почему не пришло в голову? А, понятно, сейчас объясню про что. Простая мысль. Приложить к генератору обычный кусочек фольги и посмотреть, как бы повела себя стрелка генератора. Ну, имеется в виду прибор, он имеет в виду, который показывал... Прикладывали, естественно, подчерки. Это бы существенно прибавило убедительности, а то ведь это просто для детского сада. Я понимаю, что вы не технарь, но все так просто, ну и так далее. Фольга не работает на этом приборе и не гасит. Не гасит? Не гасит. А почему? В нейтронике есть один из слоев, который включает диоксид титана, который обладает отражающими свойствами электромагнитной волны. А фольга как таковая, она, да, она чисто по площади только, когда вы вот эту вот длину волны, соответствующую размеру ее, будете использовать. А да, она погасит. А так она, в данном случае, там другие, так скажем, другая структура поля. Вот самого генератора. Это же не просто, это тесловский генератор, то есть там спирали тесловские. Он создает техногенное такое поле, которое измерителями, по большому счету, очень сложно измерить. Я еще коснусь измерений, потому что очень много вопросов. Как в домашних условиях проверить? Ну давайте сразу. Да, я еще раз, уважаемые друзья, говорю, чтобы проверить в домашних условиях, нужно иметь, раз, подготовку для проведения измерений. Это сложное техническое действие, которое требует обучения, то есть это специальность. Умение работать с приборами, знать методологию и обеспечить еще объективно место проведения испытаний. Это частота эксперимента, да? Конечно, но как вы можете простыми методами или приборами измерить сложное электромагнитное поле, которое измеряется там около 5-6 приборов по разным частотам, с разной чувствительностью, и даже у профессиональных приборов погрешность до 30%. Ну что вы можете намерить? Хорошо. И даже если вы намерили что-то, то как вы определите, плохо это или хорошо? Да априори вы знаете, что вот все, что у нас окружает, это плохо однозначно. Ну имеется в виду вот эти электромагнитные источники. Электромагнитные, базовые, все, это плохо, тут измерять-то ничего не надо. Если вы берете измеритель, детектор так называемый китайский или наш там какой-либо, но он вам покажет присутствие, да, или какие-то цифры покажет, но он, во-первых, не тарирован, не юстирован и так далее. Нет, но все-таки покажет, что больше и меньше. Ну он покажет, и дальше что? Ну дальше ты что? Ну показал. Ну человек, например, скажет, все, это тут просто в 10 раз превышено, уезжаются. Будучи на многих научных советах, я всем один вопрос задаю. И все специалисты знают, что современные электромагнитные поля, существующие в природе и источниками которых являются различные источники излучения, базовые станции, космические, военные, спутники, телевидение и так далее, уже создали такую среду, что существующая приборная база не может ее измерить. То есть, видимо, речь идет в том, что наложение, да, и плюс различных... Естественно, импульсы нет такой, это вот хаос в эфире, хаос. Вот это очень хорошо, вы правильно сказали, именно вот это вот самая большая беда, это наложение того, что дает бесчисленное количество комбинаций, и даже то, что и представить, и померить, да? И подчеркиваю, в бытовых условиях измерять это просто профанация. Хорошо, но вы измеряли вот лабораторно, так сказать? Естественно, как раз сравнительный анализ делали, мы же, по-моему, опубликовали протокол исследований. В Институте сверхчистых материалов делали военное защитное изделие, фольга и нейтроник в двух модификациях, которые мы предлагаем. Нейтроник работает эффективнее, чем военное изделие, и эффективнее, чем фольга. Подчеркиваю, в физических проявлениях, то есть, в уменьшении напряженности электромагнитного поля. А помимо этого... А помимо этого, его функция-то другая, биология. То есть, он снимает магнитную нагрузку за счет устранения резонансов. Пагубное резонансное воздействие на клетку, на ДНК. Да, внешнее воздействие на клетку. То есть, ДНК это тоже антенна? Конечно, конечно. Ну, клетка и ДНК, и то есть, все, что мы внутри. Ведь, как все ученые говорят, основной процесс, происходящий в организме на мембране клетки, ну, то есть, обмен потенциал, обмен клетки, да, все. И вот этот, да, и питательная среда, то есть, обмен информацией и энергией, и химическими превращениями. Давайте мы вот еще раз просто вот это конкретно точечно, мне вот этот протокол, ну, вот этот сравнительный, да, пришлите. Под этим видео еще раз опубликуем, вот чтобы, так, теперь сразу по ходу, вот как раз про приборы, еще один вопрос. Прибор для измерения СВЧ-ЭМИ от 50 МГц, да, до 3500 МГц стоит 10-15 тысяч рублей. Да нет, таких приборов, это полная ерунда. Он пишет дальше. Такой прибор стоит около 100 тысяч, 200 тысяч рублей. Это, как я говорю, вот насчет, постоянно бьюсь, что ОВП-метры хотят купить и мерить воду после приборов по воде, вот этих генераторов водорода. А чем меряют? Уже даже не за 100 долларов, а уже появились тысячи рублей в продаже. Я говорю, вот вы себя время отрываете, у меня отрываете, потому что сразу бегут, говорят, там не те параметры. Я говорю, уже просто трудно русским языком без мата. Во-первых, надо сразу, значит, только электрод качественный стоит больше, чем генератор водорода. Конечно. Второе, значит, его надо перед каждым использованием калибровать. Третье, его надо держать в калибровочной жидкости, это никто не делает. Четвертое, специальной микрошкуркой, типа замши такой, значит, надо перед каждым измерением головку протирать, чтобы вот эту пленочку снять, чтобы сразу другие параметры идут. То есть, а на этих пикалках, которые там вот хотят, вот вы просто, это то же самое, что взять деньги, вот так вот разорвать, ну, которые за тысячу или за три тысячи, пять тысяч рублей покупают этот измеритель. В общем, дорогие друзья, это вот к этой же области, меня просто, это вот так я сейчас вот негодую, ну, потому что, правда, вот вы не можете представить, когда десятки людей, один человек из другого города приехал, говорит, я хочу проверить у вас тогда на дорогом. Ну, проверил, убедился, уехал. Я просто поражаюсь. Ладно, значит, вот с этим делом так. Так, и вот дальше пишет человек, у вас есть видео измерения о информационно-торсионной составляющей специальным приборам? Еще раз говорю. Измерителей торсионной составляющей не существует. Торсионная составляющая – это поля вращения, левое или правое. Оно усиливает воздействие модуляции на организмы любые, человека, животных и так далее. Это усилители. И это проверено нами однозначно. Это, вы знаете, как есть посолонь и клаврат. Оно оказывает или одно действие, или другое. Но человеку иногда нужно отток энергии негативный, чтобы высосало вред, или приток положительный, чтобы подкачать работоспособность. А люди путают это воздействие. Не все физики это поймут. И физики не понимают, и Ахатрин это, и Шипов не понимают, что это такое. И многие говорят, вот торсионная составляющая. Товарищи и уважаемые, да в любом пространственном взаимодействии, в том же элементарном, элементарной частице, имеют спин вращения. Он левый или правый. И это от природы дано. Как живая и мертвая вода. Это как глюкоза. Это право вращающийся замер, а фруктоза лево вращающаяся замер. Которая проходит в клетку без гормона проводника инсулина. То есть он вообще не нужен. Но если не синтетичный, а люди сразу, кстати, половина сразу поймет. То есть подумает, а фруктоза? Ну вот в магазине порошок фруктоза продается. А это совершенно не то. Только в живой структуре. Это так же как минералы. Они, то есть микро-макроэлементы могут усвоиться. Говорят, вот воду пить, но там же дистиллированную воду вредно пить, потому что там нет минералов. Еще есть такие люди. Но минералы это там неорганической форме. Они в любом случае не могут усвоиться организмом человека. Как усваиваются минералы растений, любые живые растения, и только растения на нашей планете, могут через корневую систему, растворенные в воде неорганические, в том числе минералы, в хлоропластах, в синтезе со сложными органическими соединениями, превратить их в органическую форму. И это до сих пор не могут понять даже биологи некоторые. Они учились, как будто действительно чему-нибудь и как-нибудь. То есть от жизни отрешенной, от реальной жизни отрешенной, как будто в формулах погрязли. И тем самым вот себя одебилили, что ли, я не знаю. Я в дополнение скажу, уважаемые друзья, найдите книгу Сергея Подолинского «Труд и распределение энергии». Даже Карл Маркс, прочтя эту работу, отказался издавать «Капитал». Энгельс его издал, а Маркс отказался, потому что Подолинский доказал, а он был, почитайте, кто такой был молодой ученый, гений, который доказал, что человек является открытой системой, а с КПД более 100%. И это доказал, вот он в своей работе это доказал, что он за сезон производит столько, сколько ему хватает еще на три сезона. Это КПД 100%, больше 100%. И вы посмотрите, сколько человек за жизнь может воспроизвести. Он обеспечивает семью, один мужчина, например. Он обеспечивает родственников, детей, если он работа способен, здоровый мужик. Да и семь, и десять. И себя самого, и еще сколько, да? Так это КПД, это какое получается? Ну, в этом смысле, да. А так главное, что он, вот это как раз синтез, он говорит, рассматривает энергию, поток солнца и поток энергии, о чем ученые почему-то вот забывают поток. Потоки распределения энергии и информации. Я думаю, просто когда-то ученые взяли, как с Теслой, это и все под сукном спрятали. Ну, там кто стоит. Скорее всего. И вот он четко доказал, у меня есть эта книга, мне ее подарили. Шикарная книга. С научной точки зрения исследуют все возможные теоретические предпосылки, как философского, биологического, технического плана. И он выводит как раз вот это распределение энергии, человеческой энергии в миру. А книга издания какого последний раз создавалась? Это 93-й год, и я, к сожалению, не надо было взять с собой. Переиздание 93-го года. Да. Найки где-то можно сейчас? Можно, можно. Она есть, она есть. Она в интернете. Советую всем почитать. Очень хороший совет. Я тоже сам обязательно. Так, ну хорошо. Теперь так, значит. Покупая смартфон на последней странице. Есть такие, кто читают еще инструкции, интересно. Да только у нас в стране, это хорошо. Написано, САР английскими большими, сколько излучает аппарат и врачи не рекомендуют более 15 минут в день говорить. Молодцы врачи, кто такое говорит. Существует письмо ВОЗ о вреде излучения и в школах уже начинают запрещать Wi-Fi. Тоже вот чудо. Где же такое запрещают? Ну это хорошо, это правильно. Запрещают во Франции, закон ввели, Макрон обещал, Макрон сделал, да. А, да? Да. Все, так, есть. А, супер. Так, присылайте. А я доклад не присылал, разве? Не помню, вот прямо не помню. Еще раз повторю, значит, все вопросы, которые здесь есть, я пришлю документы, которые подтверждают. А теперь, видимо, крик души, человек дальше пишет. Толку, если у себя отключишь Wi-Fi, а соседи справа, сверху, снизу и даже слева, и даже у принтеров не отключают. Ну, то есть, говоря о том, что приборы сейчас уже все, так сказать, с Wi-Fi, ну, там, бытовые техники. Шутка, извините или не шутка, но китайцы, просочилась такая информация интересная специалистами, что у них до 60% камеры, видео и подслушают, так в утюгах даже стали делать. А китайцы делают визии. Это значит, что будет всплеск онкологии колоссальный скоро. По крайней мере, у меня знакомый, я уже говорил про это, вот он в Гонконге, он там, у него врач. Ну, значит, у каждого третьего рак. Вот, ну, там, от начальной стадии и разных видов, типов, но у каждого третьего. То есть, это вот единый город-мегаполис-излучатель. Там, конечно, питание, там много факторов, потому что первое поколение из растительной пищи перешло на три раза в день, как, значит, положено европейцам мясное такое разное. Денатурированное, значит, химическое, ну, куча факторов. Ну, в том числе, это же единый излучатель, там вот каждая розетка излучает, что у нас с Wi-Fi. Так, теперь дальше. Народ отказывается понимать. На видеоканала ТВЦ ясно влияние излучения, но не видно нейтрализации излучения без потери связи. Я сам заворачивал фольгой смартфон, и связь становится невозможной, то есть уходит. Непонятна логика. Вот дальше, вот давайте разберем это, важный вопрос. Если нейтроник уменьшает излучение смартфона в 10 раз, ну, это уже ошибка здесь, да, вы поправите, то пропадает связь. Или будет труднодоступность абонента. В смартфоне на этот случай заложена функция кратковременное поднятие мощности в несколько раз. Например, если вы находитесь в автомобиле, трамвае, по-любому нейтрализация излучения приведет к потере радиосвязи. В смартфоне есть приемник, чтобы принимать голос абонента, и есть передатчик передавать ваш голос. Смартфон, как и Wi-Fi, микроволновка излучают на частотах 2,4 и 5 ГГц. Убрать излучение, кто услышит, если убрать? Есть ли ссылки, мол, на эту технологию или на процесс, на компетентные проверки РОФС технодзора и сам эпидемистанции? Ну, то есть, вот такое объемлющее несколько вопросов сразу в одном. Документы, проверяющие эффективность работы нейтроника, не счесть. Нет числа. Нет числа. Более 40. 46 научно-исследовательских институтов. В том числе санэпидемный отзор, в том числе все ведущие институты, в том числе конкурс, который мы выбрали. Только я скажу так, больше ни на что, скорее всего, нет. Ни на одни технические такие вещи. Я думаю, да. Потому что нападок-то было больше всего за 20 лет. До сих пор продолжается. И поэтому приходится изобретать, как говорится. Одна компания снимала фан Федерального агентства новостей. В таком негативном плане привлекли ученых, которые также на коленках измерений проводили. Случайно мне кто-то из пользователей прислал ссылку. Я говорю, ну какая девочка даже мне не прислала показать сюжеты. Ну, так обгадили немножко. Я им ответил и говорю, товарищи дорогие, ну так же нельзя. Вы же профессора. Как вы измерения-то проводите? Поводили, помахали приборы. Нейтроником помахали рядом с приборами. Я говорю, ну вы хотя бы понимаете, что любой излучатель, вы который держите в руках, рука поглощает энергию. Это всем понятно и ясно. И то, что они делают и транслируют это настолько Академию наук не сводит до уровня первого класса. Это стыдно должно быть. Это раз. Во-вторых, отвечу на столь пространный вопрос. Вот непонятно еще раз, непонятна логика. Я понял, понял. Если у них фольгой, то есть это уменьшить излучение в 10 раз, то пропадает связь. И как же это будет? Еще раз повторяю. Еще раз давайте. Электромагнитное поле состоит из электрической составляющей, которая переносит волну. Из магнитной составляющей, из статической составляющей. А в СВЧ-диапазоне то, что выше 1 ГГц, так скажем, частота, передающая частота. Это называется СВЧ, сверхвысокочастотный диапазон. Но на него еще накладываются модуляции низкой частоты. Так вот, модуляции влияют на межклеточный обмен. Это раз. И они входят в резонанс с структурами различных клеток, которые работают на определенных частотах. То есть другими антеннами нашего организма. Да, и нарушают их работу. Конечно. Вот. В первую очередь мы не устраняем излучение. Мы влияем на поток энергии передающей станции, грубо говоря, смартфона. И перемодулируем те сигналы, которые в него заложены. Убирая резонансы между источником излучения и человеком, клеткой человека. Это подтверждается медицинскими и биологическими тестами и исследованием. Это раз. Но еще ведь есть такое вихревое электрическое поле, которое порождается магнитной индукцией. В итоге, когда идет по проводнику, идет заряд тока, напряженность создается электрическая. Вокруг электрической проводника создается магнитная индукция. И магнитная индукция создает вихревое электрическое поле, который является вот этим носителем тонких воздействий на клетку. А оно же физическое, это вихревое поле, как все у нас вращается кругом. Нет не вращающихся вещей, потому что Земля вращается. И таким образом поток энергии от источника, проходя сквозь нейтроник, он создает вторичное вихревое поле нейтроник, который гасит первичное поле вихревое. Оно на связь не воздействует, оно убирает шумы. И всем в радиофизике, специалистам которых очень мало, известно, что качество связи это уровень сигнала к шуму. Если мы убираем шум, качество связи улучшается. Вот действие основной нейтроника. И фольгу заворачивать не стоит, потому что это первый класс штаны на лямках. Зачем? Ведь, повторяю, что сама структура электромагнитного поля сложная, многогранная. И ее вы никогда... Ну, это несколько специальностей изучают данную отрасль. Тома написаны... Тома научных трудов. Тома написаны по изготовлению антенн, изготовлению приборов, измерителей, методик и так далее. И вы пытаетесь понять на уровне, даже не средней школы, а я не знаю на каком уровне, как это работает. Но это абсурдно. Но вы приходите, я предлагаю летом провести семинар. Отлично. Найдем, где провести семинар. Или у вас, или мы еще в Крыму. Давайте. И всех пригласить на семинар. То есть, что мы там... И мы, во-первых, научим, как определять... То есть, есть стандарт биолокации. Мы являлись одним из разработчиков. И он утвержден госстандартом. А основоположник этого направления и неологии есть книга «Живые полиархитектуры» Михаил Юрьевич Лимонат, автор «Цыганов Андрей». Где они как раз и разработчики стандартов, мы с ними принимали участие, разработали систему оценки биолокации, подготовка операторов биолокации. И предлагаем провести такой семинар. Мы можем научить, как работать с рамкой, с майником и с различными резонаторами, которые являются на сегодня, я не побоюсь этого слова, самыми точными индикаторами определения «плохо-хорошо» для конкретного человека. И даже сделаем метрологическую шкалу, она у нас есть. Она есть, и это все цифруется. И это можно каждому научить. Ну, там две недели достаточно для того, чтобы научиться пользоваться этим. Насколько нужно, чтобы люди приехали по времени? Пару недель. Две недели. Две недели. Вот у нас мы вывозили много народа еще с 90-х годов. Нам хватало двух недель, чтобы людям заложить основы понимания энергоинформационного обмена. То есть уж точно не несколько дней, две недели. Нет, нет, нет. В это надо войти, это надо понять. И прочувствовать. Это надо прочувствовать и потом практически поработать. Понятно. Поработать надо. Тогда давайте так, уважаемые зрители. Вот давайте будет это, чтобы время не терять в пустую. Потому что, знаю, вопросы будут и об этом тоже сразу. Да. Договоримся примерно так, ориентировочно, чтобы вы могли планировать. И вот мы скорректируем. У нас на базе, вот в Пушкинских горах, на основе его эко-отеля, на основе хозяйства, аграрного комплекса, как раз заодно много другого интересного люди смогут посмотреть, увидеть. Ну, какое-то уже время останется для, так сказать, отдыха. Конечно, конечно. Пушкинские горы, опять-таки же. Так вот, где-нибудь, наверное, давайте в мае вот как-нибудь так вот попробуем. Можем. Чтобы майские уловить, да, например. Майские праздники, да. Потому что это будет многим проще. Ну, дополнительные с работы дни какие-то взять и, как говорится, заодно. Там и... Ну, многие просят, вот обращаются, ребята. И в том числе и по питанию, в том числе и по жизни. Потому что вот оператор биолокации может определить все воздействия и все взаимодействия человека с окружающей средой между собой. И можно посмотреть и духовный уровень, энергетический, физический свой определить. Тоже есть шкала такая. Можно путь свой определить. То есть, даже давление померить можно по шкале, по линейке. Просто очень. Ну, давайте так. Действительно, это очень интересно и важно. И кто... Цены, все это понятно, что не с кондачка. Сейчас надо решать. Будет все это описано. Отдельное видео приглашение тоже будет сделано. Ну, да. Сделаем. Но уже кто хочет, может прислать на нашу почту. Она будет под видео. Посмотрите, нажмете еще слово. И там откроются ссылочки. И вот напишите, что в произвольной форме, например, в теме письма написать, что на обучение по биолокации. Так и напишите в теме письма в тексте. Письма в произвольной форме. Кто вы, откуда, какой город. Что вы точно будете. Можем на вас рассчитывать. Что вы хотите. И запишите. Предварительно, конечно. Предварительно записать вас вот в эту... Ну, это будет интересно по меньшей мере. Да, потому что мы там еще, я думаю, коли две недели совместим, разумеется, и я кое-что, так сказать, буду там и по питанию. И какие-то еще интересные вещи у нас там, значит, связанные с заповедником, вот с этим проектом. Очень интересные, так сказать, тоже можно будет увидеть. Строительство. Почему? Эко-строительство. Да много чего. А, кстати, да. Потому что архитектура – это среда обитания. Это важно. Кстати, да, мы можем вот это вот тоже все измерять. Конечно, конечно. И все измеряется. И более того, как раз вот это место, о котором в конце мы расскажем, тоже там покажем. И там можем мы как раз эксперимент провести. Можем посмотреть на месте. Да. Да. Запросто. Совершенно верно. Ну, давайте тогда вот что. Так, давайте-то быстренько дальше такие, потому что оставим напоследок самое интересное. Скажите, пожалуйста, что-нибудь про индукционные плиты, низкочастотное ЭМП. Значит, там же вообще поля сумасшедшие, пишет человек. Ихревые токи могут влиять на человека. Так что индукционная плита будет похлеще компьютера. Вот что думаете? Индукционная плита… Ну, у нас есть такая шкала полезности и вредности по методам приготовления пищи. На первом месте стоит солнечная энергия. Это полный спектр дает питание, то есть плод, вынущенный на деньги. Ну, конечно, плоды, да. Это во всех писаниях написано. Люди питались плодами. Кто бы как ни хорохорился. Да, да, мы как… Это факт. На втором месте стоит живой огонь. Ну, печка. Печка. Печка русская. Русская печка. На втором месте стоит вот это медленное-медленное томление. Да. Когда человек уже деградировал, не может он сразу перейти. Потому что много пострадавших, кстати, пишут, резко переходящие на сыроедение, очень много в больничку уезжают. Потому что ни поджелудочные не тянет. Вот. Надо метод постепенности. Ну, об этом я как раз в своих лекциях говорю. Обязательно. 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 Которые, при наличии которых, не убрав их из организма, будет вред. И это я часто вижу. То есть, сначала антипрестарная программа. Да. Потом напитать организм дефицитными питательными элементами, которые за годы и десятки лет дефицит накопился в организме. И прочее. В первую очередь, это всё-таки цель нравственной исполнения нравственных правил. Ну, конечно. Потому что без этого смысл нет. Здоровье – это вообще инструмент. Это не самоцель. Да. То есть, просто как ради паразитирования на теле земли. Конечно. Конечно. Это вот надо понять, безусловно. Да. Потому что есть такие, но и видно, куда они ведут. И среди даже сыроедов, так сказать, есть такие паразиты. Поэтому индукционная печка. Ну, потом идёт газ. Ну, понятно. Как менее вредные приготовления. Естественно, вы ещё какую посуду используете. Конечно. Извините, если вы, например, жарите мясо и тут же овощи, если вы, например, не мясоед, в мясной посуде приготовите, я вылетаю на месте. Если вдруг где-то что-то раз отравился, жутко. Рис поел один. Только рис приготовленный. На той же посуде. На той же посуде. Ну, где-то пришлось в общей пите поесть. Всё, на неделю слёг. Представляете, какая информация влияет. Безусловно. Информация тоже. Химия на втором месте. Потому что физика запускает процессы, вот это полевые воздействия, потоки энергии запускают химические процессы. Это однозначно. А химия, а все пытаются почему-то химией поправить. Физику не бывает так. Так, а потом что идёт? А потом уже электрическое. Самое плохое, что можно для еды. А уж не говорим о микроволновке. Она убивает это, называется, извините, на букву Г. То, что нельзя есть. Нет, это вообще. А индукционная относится к электрическим, она, естественно, ломает структуру еды, и вы просто мёртвую пищу едите. Как минимум. Как минимум. И ещё плюс разрушенная информация. Абсолютно точно. Так, сейчас вышки используют как оружие, влияющее на мозг людей. Достаточно подобрать частоту и длину волны. Правильно, да? То есть человек пишет. Ну, правильно, да. Дальше. Ну, просто... Масса фильмов на эту тему есть. Да. Посмотрите. Теперь. А, вот, кстати, при Сталине был доклад о вреде микроволн и УЗИ на беременных. Да, это всем известно. То есть ещё со старых... Они настолько ломают структуру, опять-таки, младенца, его в связь с матерью, это жуть. Это однозначно. То есть, вот вообще УЗИ? УЗИ – это смерть называется. Страшная вещь. Страшная вещь. Незачем это, конечно, нет. Так, а что насчёт принимающих тарелок спутникового ТВ? Если, например, соседи вешают на стенку дома рядом с твоим окном, так будет какое-то вредное излучение? Ну, вредное излучение, вы поймите, это пассивная антенна. Она же принимающая, да? Она принимающая. От неё идёт излучение, вы поймите, что сегодня вот в этой точке, где мы сидим, как минимум 11-12 спутников висит, СВЧ передает сигнал на пассивные эти маршрутизаторы и вот эти... Ужас. Как они называются? Это GPS-навигаторы. 11-12 спутников свечет вот сюда. Так что тарелки-то вообще нет. Причём здесь тарелки-то? Вон они висят в базовой станции. Они, конечно, увеличивают всё это вот. Нет, базовой станции, а тарелки нет. Тарелки, они пассивные. Они, вон, у них угол, спектр. Куда она смотрит? Ну, она пассивный, принимает и через провод передает вам. Вот это очень странно и удивительно. Елена Александрова пишет. Да. Стояла кружка с родниковой водой за ноутбуком около 4 дней. Хотела цветок полить. Так там не вода была, а гель или желе. Это что такое? Хотя в стакане вода, которая была на кухне, в гель не превратилась. То есть та же самая вода родниковая. Может и расстояние имеет значение? Снова поставлю эксперимент. Ну, надо снять, описать и хотя бы фотографию. За счет... Уважаемые друзья, интересные вещи, которые вы получаете, присылайте в фотке. А мы их оценим и посмотрим, что и почему. То есть такой мини-научный самостоятельный эксперимент. Ставьте максимально описательный. А у нас есть возможность посмотреть, почему это произошло. А вот, кстати, инфа на английском. Ну, вот человек присылает ссылку. Умные счетчики электричества. Тоже излучают микроволны и вредны, пишет человек. Во всех странах компании имеют аналоговые счетчики на счетчике микроволновки. Он так написал. Учитесь экранировать заранее. Я не понял вопрос в этом отношении. Вот некоторые люди, к сожалению, я тоже, дорогие друзья, ставьте, ну, по-русски, так сказать, вот так, чтобы это было понятно вся, даже в длинном предложении. Ну, сейчас умный дом основан на беспроводной передаче информации. То есть вы входите, включаете, можете дистанционно. Да, это все как раз и свечей, видимо, диапазон, скорее всего. Скорее всего. И он создает напряженку. Умный дом, ребята. Умный дом, когда у вас вообще ничего нет, кроме свечи и печи. Вот, кстати, человек написал, и он, были такие вопросы, он как бы людям, он пишет, кто спрашивал, он говорит, как пользоваться планшетом или смартфоном без Wi-Fi? И он пишет, отвечает, в продаже есть USB и microUSB сетевые адаптеры. Такие, как сетевая карта для планшета, microUSB LAN, значит, стоят копейки дома. Пробросьте витую пару до рабочего места. То же самое на работе. Однако, насколько я понимаю, скорее всего, скоро все города покроют 4,5G. Ну, это так и есть, скорее всего. Идет и неужели. И проводного интернета вообще не будет. Он вымрет, и все населенные пункты будут находиться в плотном поле 4,5G. Это, конечно, преступление. Да, однозначно. Здравствуйте. Вроде все изучил, но не услышал про Bluetooth. Bluetooth фитнес-браслеты, Bluetooth наушники. Насколько Bluetooth вреднее сотовой сети и Wi-Fi? Расскажите в следующих видео, пожалуйста. Насколько они вредны в принципе? Вы поймите, главное – это информация передаваемая. А тут уже доказано. Вот в докладе, который мы опубликаем, еще раз пришлю доклад. Пришлите. Где специалисты Саровского ядерного центра доказали четко, что информация, наложенная на несущую частоту, выбивает клетку. А частота несущая вот на тех мощностях никак не влияет. Вот несущая. А модуляция моментальная, независимо от уровня мощности, выбивает клетку. Ну, то есть, если звук или как что-то информация доходит до вас, неважно, на малом расстоянии, на большом. Независимо от этого, по большому счету, да. Это ужас просто. А если он бегает, им уже не могут просто подумать о чем-то, им обязательно музыку и что-нибудь еще. Ну, это уже, это называется в постоянной стрессовой ситуации. У меня есть сейчас внучки, занимаются спортом. Круглый день заняты. Коньки, учеба. Вот приехали сейчас семь дней, спали. Круглые сутки. То есть, нервы всем расслабились. Вот у нас хорошо. Они все, уезжать не хотели. Говорят, не хотим, я хоть плачутся сидят. Есть выход. Просто купить плеер маленький какой-нибудь такой. Ну, как диктофон такой, типа. Поставить наушники, воткнуть наушники, и тогда уж бегать с наушниками туда, закачать что-то предварительно, да, как вариант. Ну, можно, но я, например, наушник никак не переношу, вот этот. Нет, я имею в виду, что это не будет уже воздействия. Ну, да, вы записали, вы это звуковая идет. Это как старый телефон полупроводной. Да, да, ну, лучше наушники уж тогда вот такие большие. Большие. Не в ухо, а большие. Ну, да, ну, да, 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 все правильно. Так, ну, вот пишут, что, уважаемые господа, товарищи, испытала истинное удовольствие от вашей беседы. Какое счастье видеть людей, кто еще читают, а главное, понимают русских классиков. Это у нас видео было, где мы, так сказать, там говорили. Наблюдая процессы последних 25 лет издалека, складывалось удручающее впечатление о будущем нашей страны. Очень рада узнать о том, что в России не перевелись умные и грамотные люди, которые могут поведать о важных, нужных, полезных вещах. Хочу поблагодарить вас за жизненно важную информацию, о которой задумывались ранее, но не находили, а задумывалась ранее, но не находила столь подробных и четких объяснений. Ну, очень приятно, что нас смотрят, естественно, в основном здравомыслящие вот такие люди, которые все-таки не безразлично то, в каком доме мы живем, что будет завтра, где будут и как расти и воспитываться наши дети, там, внуки и другие следующие поколения. Правда ведь? Как это может быть по-другому? Это вполне естественная обратная связь такая, она очень и приятна, и важна, и поддерживает новые, так сказать. Это и есть обмен энергией информации, которая дает нам поддержку и энергию сотрудничества. Да, 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 как говорят, что вот когда один негатив, что вот это и руки опускают, а когда поддержка, так и горы свернуть можно, да? Вот это вот и есть. Вот теперь прям вчера вопрос пришел, мне человек аж и на почту, и под роликами. У меня вопрос, как конкретно технически решить проблему в загородном доме? Необходимо усилить сигнал сотовой связи и 3G. Так стабильная связь необходима для работы. И в то же время не усилить тем самым негативное воздействие на здоровье, это электромагнитное излучение. Достаточно ли будет повесить репитер устройства для усиления сигнала сотовой связи на мачту в нескольких десятках метрах от дома в конце участка? Не знаю, как правильно сделать, буду благодарен за ответ. Сначала прошу вас ответить, а потом я скажу, потому что у меня практический опыт в этом очень большой. Все усилители сигналов, естественно, увеличивают напряженность электромагнитного поля, увеличивают нагрузку на организм. Это как сопромат. Чем больше давит на тебя, тем быстрее организм ломается. У меня подобный вопрос был, и я на него отвечал. Я говорю, но если есть такая необходимость в работе, ну профессионально занимается человек, где-то сидит, и ему нужно. Я советовал на каждое устройство по нейтронику установить, это обязательно. Какое именно из двух? Это СВЧ, это пятый. Пятый, конечно, все усилители. Он до 20 ватт, по нашим оценкам, он убирает до 80%. А куда именно на антенну? А надо смотреть антенну. Она же бывает квадратная, рожковая. Столько много технических решений по форме, это мне присылает невероятное количество роутеров, антенны. Я говорю, ребят, присылайте, мы будем, я им устанавливаю или показываю значком, где надо поставить нейтроник в конкретном случае. Ну хорошо. Присылайте фотографии. Я скажу так, вот как мы это делаем? Вот у меня есть там один домик, там, ну на большом участке. Значит, у нас стоит наружу мачта некая, деревянная, ну неважно. Мы нашли в Пскове, ну потому что Псковская область, мастера, который ставит вот эти все антенны, ну разбирается во всем этом. Оказывается, сейчас есть такие антенны, уже нового типа, типа параболических антенн, которые вот пучком, то есть они направляют, у них очень узкие. Да, на правильном месте. Там доля грамм, они вот прям приборы. Да, 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 это юстировка называется. Вот, это самая идеальная вещь. Причем они алюминиевые, большого диаметра, это зависит, если дальнее расстояние, глухая связь, там усиливают. И вот они что делают? Они в пучок просто собирают вот это, что вот у нас. Более того, это точка-точка получается. Вот передающая антенна где-нибудь на вышке в 20 километрах мегафон, ну там, белая, оно находит это, прям в пучок это собирает, на какой-то высоте, в тарелку, а дальше по проводам. Передается к роутеру. В роутере мы выключаем Wi-Fi. И разводку делаем проводом. Идем проводом к свечу, это распределитель вот этот. От него уже, например, в этот домик там ребята на точку, другую под землей пускаем в ПНД трубе, причем сразу я по две пускаю гигабитные провода. На будущий как знал, что там, и знаете, как я сейчас скажу, у меня связь, сейчас скажу, получилось. И вот разводится в один дом за 100 метров, в другой, то есть уже проводная, как вот 100 лет назад связь телефонная была. И дальше розетки у меня в каждую комнату выведены. Значит, там вот опять-таки свой свитч, ну в котельной каждого дома. От него опять-таки проводами в каждую комнату розетки, как в старые добрые времена. И ноутбук или компьютер подключать. У меня так же. И это уже совершенно другое дело. Более того скажу, что значит вот раньше было, когда вот этой технологии не было, причем абсолютно, так сказать, вот безвредной относительно того, что вот Wi-Fi и прочей гадости. Так вот, ну 3G всего, да? Так вот, у меня сейчас, я радовался больше, чем постройки любого дома, потому что у меня работа с интернетом. Я видео не мог закачивать там раньше, потому что там 5 на прием, 2 на мегабитасекунду на отдачу, да? А теперь у меня 80-90 на прием, как при оптиковолокне, и 45-50 на отдачу. Летает, как здесь в Подмосковье, а у меня здесь в оптиковолокно. Но, представляете, что сейчас можно? Говорит, вот что делать? Вот вам золотой совет. Просто золотой, я считаю, совет. Ну, а теперь переходим к самому главному, собственно говоря. На самом деле это самое главное. Потому что мы можем вот так решить вопрос в загородном доме. Можем. Можем, да. Мы можем решить, я не знаю, в городской квартире там оптиковолокно за копейки сейчас проводят. Без проблем можно. Это просто не вопрос. Нам тут в Подмосковье и то провели, тоже несколько лет не могли. Сложно было. То есть там не брали за это операторы вот в Зеленоград. А сейчас легко. А до этого я тоже здесь использовал разные антенны. Ловили точку-точку. Тоже было сколько геморроя. Я использую телефон обычный, который у нас стоял сто лет через него. Ну, вот я, потому что нам нужна скорость передачи большую. Ролики видео закачиваются там по гигабайтам. А теперь смотрите вот кульминации, что называется, потому что это наболевший давно вопрос очень многих разумных людей. А как же, мол, я-то вот уберу. Ладно, Wi-Fi вообще отключу. И правильно. А вот соседи. И действительно, прав человек, да? Это же проблема. А вот теперь давайте вопрос и обсудим поподробнее. Юрий Андреевич, огромная благодарность вам. А как можно спасаться? Если живешь в многоквартирном доме, 40 квартир, ну, бывает и 140, в моей квартире я нахожу 19 сигналов Wi-Fi. Многие даже сильнее моего личного. От дома в метрах в двухстах находится вышка с антеннами. Кстати, есть такие ролики в сети. Я просто поражаюсь. Какие-то либо дебилы, либо конченые отморозки и миллионные просмотры. Собирает, как сделать Wi-Fi, чтобы на 10 километров бил усилить. Есть, есть. Знаете, ну дебилы. Дебилы. Так, теперь идем дальше. 200 метров вышка с антеннами. Также установлены во всем доме, в каждой квартире, минимум по три датчика сигнализации поджарной безопасности, которые также посылают радио или какой-то другой, кстати, об этом тоже скажите, сигнал. Так как техник может считывать показания датчиков, даже не заходя в квартиру. Нормально, да? Ну, да, передает. Вот, такие же радиодатчики стоят на каждой отопительной батарее. Эти датчики считывают расход энергии и тепла, тоже обслуживают датчика, там, счетчики, считывают два раза в год. Что-то накрутили там совсем. Причем технику тоже не нужно заходить в квартиру. Также в течение следующего года максимум двух запускается 5G. Технология сотовой связи, покрытие сотовой связи повсеместно, и антенна передачи нужно как минимум в шесть раз больше, чем для 3G. Что делать? Как спасаться? Да вот еще забыл. Счетчики горячей и холодной воды. Показатели тоже считываются на расстоянии. Ну, видимо, в современных... Это умный дом, наверное, они так называют. Наверное, техник тоже не заходит в квартиру, а еще и цифровое телевидение. Ну, в общем, человек, понимая, что есть проблемы, пишет, как жить. Некоторые пишут, ааа, жить вообще вредно, бу-бу-бу. Ну, это мы не... Это уже человек... Это очень много таких людей, процентов под 70. Да. Жить вредно. Жить вредно, все, ну и не живи. Не обращайтесь тогда. Да, да, нет, просто успокойтесь, делайте, что хотите, радуйтесь. Только не мешайте нам жить. Да, не мешайте жить тем, кто хочет жить и хочет иметь будущие перспективы. А вы можете фантазировать, как хотите, во что хотите верить, только себе самому пейте на уши вот эту успокоительную, так сказать, мелодию идиотизма и мракобесия. Ну, перейдем вот к этому очень важному вопросу. Я отвечу не односложно, но неоднозначно. Во-первых, всегда есть выбор. Всегда. Всегда есть выбор. Продать чертову квартиру или сдать. Продать и сдать, и уехать в другое место. Однозначно. Лучше в сельское место. А как же дети учиться? Это отдельная история. Вот у меня дети учатся уже там одна, значит, 16 лет. Вот в школе, в Пушкинских горах, в обычной школе, мне плевать на эти какие-то там, то есть, а некоторые вообще все образовываются. Ой, ладно, это отдельная тема. Кембридж. Кого вы хотите растить? Хорошего человека или, вот главная задача, какого человека? Чем дальше от городов крупных, вот вообще, тем лучше. Я сошлюсь, дополнив это, вот Андрей Фурсов, мне он нравится, историк, говорит про студентов. Это люди с вышкой неумехи, ничего не умеют делать. И, например, вот внукам тоже, ну не все они тоже учатся где-то на стране, в Москве, здесь вот где-то в районе Митина живут. Вот, по большому счету мы можем их научить всему сами. У меня жена профи во многих отраслях деятельности. Однозначно, есть методики, есть школы, руками. Вальдорск, например, да, школы. И Вальдорск, ну, Вальдорск не наша, но у нас есть достаточно методик и школ хороших, русских, нормальных, Жохова, Щетинина методика, методики все, шикарные. Ну, пользуются люди, кто хочет. Самообразование лучше всего, ведь есть фильм американский, видели, недавно мне как раз, я его не видел, про мужика, который воспитывал своих детей. Один, в лесу, в палатках. Слушайте, а что за фильм? Пришлю ссылочку, не помню сейчас, как называется. Давайте посмотрим все вместе. Шикарный фильм, вот как раз его война с системой. Очень интересно. Когда забрать хотели детей, дети не пошли в систему. Причем его сына, мамка с ним написали во многие университеты, принимали без экзаменов. Они уничтожали по знаниям всех учеников, которые учились в учебе. Абсолютно верно. Потом таких людей, кто вот учился, так надо переучивать, если вообще крест на человека не поставить. Зачем терять жизнь? Кстати, 70% тех же, о которых мы говорили, нам скажут. А потом вот так вот воспитывать, а потом дорвутся до всего. И будут, так сказать, хотеть, ну как говорят, что не давать вредные конфеты, а потом дорвутся и будут с утра до ночи есть. То есть, вот у меня уже, ладно, ладно, мы говорим про 10 лет. Вот у меня уже есть, ну, взрослые дети, если бы одной вообще 16 лет. И вот старшая дочь никогда не имела и не имеет до сих пор сотового телефона. Она не мучается от этого, не прыгает. А чтобы, например, телевизор вот заставить, я подчеркиваю. То есть, они никогда, они не смотрят телевизор. И вот сейчас я говорю, иди посмотри интересную передачу, ну там, значит, определенную передачу, там про природу или там про, ну, какую-то развивающую. Вот понимаете, в чем дело? Что заложено в первые годы жизни, да, так сказать, то естественным и становится. И вот это потом переломать как раз трудно. Как плохое, так и хорошее. Вот это люди не могут понять по наветам и наговорам тех подонков, которые специально мозги засрали, извините, людям в нашей стране в 90-е и 2000-е и чуть раньше еще. Чтобы как раз во все тяжкие. Ну что же делать? Это же жизнь вокруг нас. Надо в это дерьмо с головой ребенка окунуть, мол, другими словами. Они говорят, так, я считаю, это глупо и подло. Так что запросто без этого прекрасно можно жить. Замечательно. У нас есть, был опыт пятилетнего сотрудничества с Челябинским госуниверситетом. Сделали шикарную начальную школу. Детки вот провели 60 классов по этой методике. За два года осваивают начальную школу. Их учителя в пятый класс боялись брать. Они на каникулы не хотели уходить. Они родителей перевоспитывать стали. Причем даже есть седьмой, восьмой вид задержки развития, так называемые, по оценкам. Они стали отличниками и хорошистами. Выводила их эта система коллективного изучения без давления на них. И она у нас вся есть. Пожалуйста, предлагаю, пользуйтесь. Давайте об этом как раз тоже в том числе поговорим. И какие-то дадим материалы. Вот в том числе на той обучающей вот этой конференции. Конечно, конечно, конечно. Все, что у нас есть, мы дадим и покажем, что есть все необходимое для того, чтобы... Потому что ясно, что поедут туда люди, которые хотят... Наши люди, то есть нормальные люди, понимающие другого от жизни желающего и жаждущего. Как еще я не договорил, как раз о решении проблемы. Первое, уехать. Раз, всегда есть выбор. Во-вторых, как минимум, естественно, поставить на все свои излучатели нейтроники. Нейтроники, обязательно. И в-третьих, мы подходим к новому нашему изделию, которое называется... Мы его так, рабочее название. Это нейтрализатор техногенных излучений пассивный. Это такая большая антенна, которая на достаточно... Сейчас фотографию покажем. До 25 квадратных километров. Километра. Километра. Покрывают площадь. Убирают патогенные воздействия от всех излучателей. Убирают. То есть воздействие на человека прекращается. То есть источники, телефоны будут работать. Все будет работать. Даже Wi-Fi будет показывать. А нагрузки не будет на человека. То есть вот это разрушительное резонансное воздействие на человека, на воду, на растения, на животных. На растения, да. Вот мы сейчас наблюдаем и чувствуем... Сколько уже время тестируется это? Два месяца. И мы сейчас эксперименты будем продолжать. Январе до апреля месяца. И мы еще посмотрим как раз вот если на семинаре и там посмотрим. А вы говорили, что два года уже как создано. То есть вы ее сделали два года назад вообще первую? Нет. Большая антенна. Мы ее сделали полгода назад. Она у нас готова. Мы ее разрабатывали два года. А, разрабатывали. Ее делали. Отрабатывали технологии. Все, понятно. Это большая антенна. Такая сложная. Если мы говорим точку берем и берем некий круг, описываем он радиус. Три километра в радиусе и в 60 метров в высоту. Радиус. Это сфера. Три километра. Сфера называется. Сфера. И до 60 в точке высшей в центре нахождения, так сказать, над прибором. 60 метров. То есть там 15-этажный дом, грубо говоря. Ну где-то так, да. Ну ее можно поднимать. А, поднимать, да? Она и вниз работает. То есть она пространство, так скажем. Расскажите, что она вообще вот делает. Эта антенна также нейтрализует техногенное излучение. То есть она убирает модуляции и резонансы исходящие от излучателей. Что человек чувствует? И таким образом человек чувствует реабилитацию. Я про себя говорю. Как только поставили, сразу же расслабление полное, напряга, то есть напряжение внутреннее сошло. И работоспособность увеличилась. А я себя тестирую постоянно на приборе КАНА-3. Посмотрел. Вот за 2 года у меня на сердце давление было поджелудочное сердце. Там в 2 раза практически нагрузка была. И тут же нагрузка ушла в норму. Это через сколько как начали? Практически во второй день. На второй день, да? Сейчас стабильное состояние, работоспособность высокая, высыпаемость хорошая. И когда я приезжаю на нашу территорию, вот вся нагрузка московская уходит. А вот другие люди как? И другие так же чувствуются. Я же вот говорю, что все, кто к нам приезжают, уезжать не хотят. Расслабляется реабилитация. Это вот состояние среды такой же яд, как в 60-е годы, когда вообще не было никаких излучателей. Так, хорошо. А насколько долговечен прибор? Ну, железо, оно и в Африке железо. То есть, вечер. Стоит под крышей, и все, антенна. Антенна пассивная. Срок годности нет, по сути. Не ограничен. Люди, которые видят и чувствуют, скажем, биоэнергеты, которые имеют, что называется, с эгрегорами различными. Все, кто у нас оценивали, все, четко говорят, что действительно, ну, у нас не только это одно устройство, все говорят, как работает. И работает эффективно. Это надо не просто установить, вот купить, а это надо настроить. Ну, мы устанавливаем, ну, это дорогая штука. Вот сейчас мы об этом поговорим. Это дорогая штука, и пользуются этой средой все люди, проживающие. Например, мы посчитали от стоимости в городской среде. Ну, это если всем собраться. Если всем собраться, 15 рублей стоит человек за все время. Ну, это где-то от 500 тысяч, как минимум, в зависимости. Ну, от 500 тысяч. Ну, мало ли ролик будет через год, что-то изменится. В общем, от 500 тысяч рублей, это дорого. Цифра большая, но... Ну, вы представьте себе, сколько надо источников, которые стоят миллиарды вокруг, так скажем, нейтрализовать. Конечно, это могут себе позволить либо люди все-таки состоятельные. Ну, в складчину. Или второй вариант в складчину. Ну, во-первых, вот там какие-то коллективы, предприятия рабочие. Да, конечно. Где, скажем, хозяин и руководитель предприятия там понимает, так сказать, или как-то... Да, думающие люди, но это небольшие деньги, по большому счету, для территории. Или большие коллективы, предприятия. Или большие коллективы, да. Или состоятельные люди, которые могут позволить... Ну, да, такие заказывать есть уже. И даже по три, да. И по три есть. Вот, например, какие-то, я не знаю, я не знаю, там, животноводческие и рыбовые комплексы, какие-то растения водческие, где-то, скажем... Ну, мы сейчас, вот, в текущий, прошедший год обсуждали вопросы как раз арктического региона. И там проблема стоит с техногенными воздействиями на полярников, да. И вот мы этой антенной решили эту проблему. Решили, да? Сейчас там готовятся документы, там идет работа организационная. Но технически мы проблемы решили. Это я гарантирую. Здорово. Тогда давайте так, дорогие друзья. Если кто-то захочет антенну приобрести, заказать. Ну, там будет какой-то небольшой срок изготовления, но... Ну, месяц мы изготовили. Вот так. Значит, заказы, почта aravanosobakabk.ru Либо под нашим вот этим вот видео, которое вы сейчас смотрите, нажмете еще, откроются ссылочки, там найдете. Как заказать вот этот большой нейтрализатор-прибор? Ну, это в цену входит наш приезд, установка на месте. Ну, вот эта калибровка. С раз, калибровка, естировка. С объяснением принципа. И прочувствование, как это все так сказать. Конечно. И надо только какое-то помещение или под крышей подготовить. Все-таки она достаточно большая. Там 3 метра высота, да? Нет, не 3 метра. Высота 1,5 метра. А вот ее длина, так скажем, где-то около 3 метров. Да? А ширина, ну, ширина до метра. Потому что там несколько антенн на балке расположены. От 6 до 10 метров. Ну, они сложные. Это могут быть хозяйственные постройки рядом с домом, да? Ну, могут хозяйственные мы установили, например, в сарае. Чердаки какие-то. Чердаки, да. Чердаки. Под коньком там. У меня стоит на чердаке. Вот так, да? Да. Ну, понятно. Вот, собственно, главное то, что хотели сказать. Потому что вот про это, во-первых, огромное количество личных вопросов. На почту пишут, под роликами, на сайтах у меня там, в группах. Ну, а вот как быть вот с Wi-Fi? Ну, понятно, кто-то это не сможет. Понятно, что это не 3 рубля. К сожалению, это не нейтроник по цене. Тут нейтроники любой человек. Понятно. Ну, это индивидуально. Это технология простая. Она эффективная для конкретного излучателя. Но мы замахиваемся, извините, на пространство, на базовые станции, которых несколько в данном, на данной площади. Вся наша технология основана на том, что мы убираем созданную человеком гадость. То есть, делается естественная среда обитания, которая богами создана. Вот где она стояла, интересное распределение полей было. Здесь измеряем, там, грубо говоря, 800. Ну, слева направо. Здесь 800 вольт на метр. Ну, а сама пассивная антенна, к ней ничего не подключена. Да. Здесь 400. И дальше идем уже на третьей антенне уменьшение до 100. А вот на этих больших, вот этих, там 0. Она вот с этой стороны всасывает, распределяет и переводит их в другие измерения, так скажем. А еще вот что сделать. Если есть в радиусе, вот в этом, в районе действия, люди, которые можно, например, как-то через какие-то соцсети, есть какие-то даже сейчас жилые комплексы, где есть сайт вот жильцов. То есть, где все заходят. Вот в новых районах такое есть. Да, да, есть. Это тысячи людей могут просматривать. Написать объявление, что так и так, дорогие друзья, это серьезная проблема. Вот ссылки на исследование. По 500 рублей сбросились. По тысяче, 3 тысячи, по 10 даже в крайнем случае. Конечно. Если всего желающих найдется, остальные, конечно, халяву, но написать такое письмо, что, дорогие друзья, вот вы когда почувствуете, вот точка отчета. Изменения. Если вы себя считаете порядочными людьми, ладно, вы не верили, это можно представить. Но вот вы увидите изменения. Просто по-человечески. Докиньте вот эти суммы на каждого из вас нам, тем, кто оплатил, вот все на себя взял. И тогда, быть может, люди, нормальные, порядочные люди, которых все-таки большинство, которые, по крайней мере, почувствуют, увидят, они просто, так сказать, добавят денежку, так сказать, на вот то, что... И они прикоснулись к этому бесплатно. Я бы хотел в заключении сказать, что, уважаемые друзья, традиция русская всегда подразумевала отдачу Богу десятины, так называемой. Давайте честно скажем, мы хоть копеечку отдаем на благие дела, на божественные дела, на развитие, на чистоту, на то, чтобы мы жили лучше, вот свой вклад личный. Это правильный вопрос, который должен поставить каждый человек перед собой. И каждый человек, вот вы подумайте, это небольшие, но действительно, это все-таки достаточно серьезный такой вклад. Но это в дух, это у нас, к сожалению, конечно, уже в богов-то и в Бога не верят, мало кто верит и вообще. Но, тем не менее, это никто не отменял. Можно по-другому сказать, и Богу, или богам не верят, что другая будет остановка вопроса, которая тоже правильная, абсолютно. Ну, так мы же пользуемся то, что нам Бог дал. Однозначно. Солнцем, землей, это нам даром дано. И мы забываем об этом. Я вот скажу, потому что Владимир Николаевич неудобно, ну, естественно, как такому человеку порядочному, культурному, про себя так говорить. Я просто скажу, вот до 30% от своих доходов, Владимир Николаевич отдает на определенный, так сказать, ну, скажем так, благотворительный, как это можно правильно сказать. Это как раз отдача по конам, то, что нужно на развитие, на чистоту. Есть такие люди, которые говорят, вот рвачи, есть такой, ну, вот нейтроник, типа, ему цена 20 рублей. То есть, он все знает, он лучше знает, да, ему цена. Вот, значит, ладно, про это мы не будем, говорите, доказывать обратно, это просто, такие люди всегда есть и будут. Но, вот, просто, действительно, что еще важно понять, может быть, кому-то? Вот я, кстати, тоже совершенно солидарен в этом смысле, лично мне, так сказать, ну, вот я, я не знаю, там, та же вот сейчас только три таких одинаковых кофты купили, это за три года первая вещь, которая, так сказать, то есть, мне тоже, вот, жена все говорит, я говорю, слушай, мне, ну, дело не в этом. Есть для человека, по крайней мере, духовного, этического, есть более высшие цели какие-то, чем жизнь, просто прозябать на земле. Вот лично для меня, как я вижу, вот для себя, на данном этапе, самую важную, большую цель, хотя есть и другие, более малые, но большая цель, глубинная такая, для меня, это вот проект заповедника, то есть, ну, мы его так называем, это лесной заповедник, то есть, мы хотим восстановить леса, я и команда. Леса, которые были утрачены на территории северного, вообще полушария, европейской части России, еще при крупных последних оледенениях. Это возможно, мы для этого уже подготовили все, земля, база, адаптированные к четвертой даже зоне те растения, которые обычно в пятой, шестой, типа там дугласии, даже, так сказать, там вот и катальпы, ну, и... Ну, это благое дело, восстановление... И вот это, я считаю, своей, да, туда, скажем так, сейчас вот мы тратим, вот некоторые говорят, вот, зарабатываю... Вопрос не в том, нет, конечно, в том, если человек зарабатывает честно или не честно. Если он честно зарабатывает, второй возникает вопрос, на что он тратит... Да, это понятно, второй, на что он тратит эти средства. Именно. А вот это мы подходим к тому, просто к тем горлопанам, которые хочу рот закрыть культурно. Вот почти все средства, то есть, ну, не знаю, я не считал, 80, 90 или 95 процентов заработка, которая остается после выплаты зарплаты, хорошей зарплаты, причем сотрудникам, содержания, оборудование замены 10 процентов в год, при СССР было рассчитано на износ, 10 процентов закладывали. Да, конечно. И так далее, загибаем. Вот остается прибыль, если она хорошая прибыль, она остается. И вот из этого почти все деньги, я, например, просто для интереса, трачу на заповедник. Это закупка сложнейшими схемами из Канады, где сейчас везде запреты семян, саженцев, в редких питомниках, у редких, у отдельных коллекционеров. Это коллектив... Ну, это... Юрий Андреевич, к слову о семенах, есть предложение поработать. Мы сделали структуру, которую раскодируют все однолетки. Очень интересно. Поговорим, кстати. Может быть, вот мы с вами сейчас выключим запись, поговорим на это кратко, а потом, может быть, даже и во что-то такое, так сказать, покажем. Ну, эксперимент. Эксперимент, да, сначала? Хорошо. Сначала с эксперимента. Вот, и поэтому я вообще на самом деле призываю людей, вот как бы, так сказать, задуматься о смысле жизни. Вот, кстати, меня некоторые даже просили видео сделать вообще, а вот с какого смысла жизни человека? Зачем человек вообще в этот мир приходит? Я всем говорю, чем отличается один человек от другого? Это возможностью принять информацию и энергию. Усвоить без потери физического и психического здоровья. И выдать в мир. Общаясь с людьми разными, которые говорили, какие были в том числе вот колхозы, даже представили, миллионеры колхозы. Работали, да, как, трудились, это не как сейчас, но и праздники были, радовались и блага были. В 98-м году, когда крах произошел, а до этого были большие деньги, там работа была и все, я остался на нуле. Вот я вышел, голое поле, ничего не было, все вот как бы, вот все, с нуля начали. И вот мы потихоньку-потихоньку, 8 лет духовно трудились, внедряли те наработки, которые нам боги дали и потихоньку-потихоньку вышли к тому, чтобы что-то уже расширять деятельность. В 50-х годах начали ломать и через коленку и все проедать фактически, но еще инерция шла, понятно, задел-то какой был создан. Ну так после войны. И люди какие оставались. Сколько создали, в космос полетели, атомные щи сделали за 10 лет после разрухи полной. Конечно. Вы это представляете сложно себе. Я более того скажу, что себестоимость производства уже к 45-му году пушек, самолетов в два раза снизилась во время войны. История такого не знала никогда. Да, труд был в радости, чтобы тяжесть как работа уже ассоциируется с чем-то ненавистным, с необходимостью. Это к дабыму не приведет. Не приведет. Не должно быть такого. Это страшный диссонанс. Труд – это радость. Человек живет, чтобы трудиться, чтобы трудом возвысить себя.